Здравствуйте! С вами вновь программа «Авторская кукла» и я ее ведущая Ольга Игупец. Итак, я продолжаю работу над композицией «Чайная роза». В предыдущих передачах я нарисовала эскиз, сделала каркас, набрала формы и объемы работы. Слепив из пластика голову и руки, кукла приобрела свой характер. Но одним из главных таинственных этапов работы над образом куклы является роспись. Используя обыкновенные краски и кисти, мы наделяем ее индивидуальными особенностями, придаем ей эмоциональное состояние. Здесь кукла может быть веселой или грустной, задумчивой или влюбленной. Все зависит от замысла автора. Для росписи куклы я применяю акварельные и темперные краски. Но прежде поверхность работы необходимо подготовить. Для этого я использую наждачную бумагу. Слифование и затирки поверхности главное не переусердствовать, так как можно в процессе потерять мелкую пластику, а иногда и нарушить объем работы. Часто в работе очень интересно смотрится так называемая фактура или чистый, неотшлифованный пластик. Но в данном случае будет уместным сглаживание поверхности. Итак, поверхность работы подготовлена, и я приступаю к росписи. Роспись очень интересный, но и в то же время сложный этап в работе над куклой. Здесь важно не ошибиться в выборе цвета, ведь в композиции все должно быть гармонично. Цвет росписи обязательно должен сочетаться с колоритом, используемых в работе тканей и материалов. Для тонировки фигуры я использую акриловые или темперные краски. Сначала я смешиваю краски, подготавливая основу телесного цвета. Затем наношу ее кистью на все подготовленные и отшкуренные поверхности. Все возможные неровности и следы от мазков кисти я выравниваю губкой. Этот процесс не терпит промедления, так как темпера и акрил довольно быстро высыхают на воздухе и становятся необратимыми. После того, как вся поверхность куклы закрыта тоном телесного цвета, я даю ей хорошо высохнуть. Теперь, когда основа под роспись лица хорошо высохла, можно переходить к деталям. Роспись лица я начинаю с использования пастели для разживки основного телесного тона. Это придает цвету живость. С помощью кисти или губки наносится порошок пастели и втирается в поверхность. Пастель остается в углублениях и создает интересный живописный эффект. Можно приступить к тонировке кресла. Основа кресла у меня будет сделана в цвет старого, местами растрескавшегося мореного дуба. Но чтобы достичь такого результата, необходимо покрыть поверхность несколькими слоями краски. В первую очередь я наношу самый темный цвет на те части кресла, которые не будут закрыты тканью. Это я делаю для того, чтобы последующая тонировка более светлым тоном выявила необходимую фактуру, создающую определенный эффект. Помните, что после каждого этапа работы с краской необходимо давать ей высохнуть. Редактор субтитров А.Семкин Самым интересным и таинственным этапом в росписи лица считаю появление глаз. Кукла как будто открывает их и начинает общаться с тобой. При этом взгляд можно сделать абсолютно разный. Основа росписи глаз – темперное белило. Роспись губ и бровей я также выполняю акварелью. Радужку и маленькие точечки зрачков я рисую акварелью. Ну что ж, этап росписи завершен. И как видите, кукла приобрела свои черты лица, у нее появилось настроение. Это лишь начало работы над образом. Все самое интересное впереди. Но об этом в наших следующих передачах. А сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Игупец. Будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok